До начала учебного года остается считанной недели. Школьники и их родители уже начали готовиться к очередному марафону знаний. Причем речь идет не только о покупке тетради и формы канцелярских принадлежностей. Важен ведь и психологический настрой, как самих учащихся, так и их мам и пап. Больше всего, конечно же, переживают первоклассники. Для них это не просто новый учебный год, а новый жизненный период и статус. Несколько полезных советов, как поддержать наших школьников, дали психолог и педагог. Новый учебный год – это испытание, пожалуй, для каждой семьи, где есть школьники. Причем нагрузка здесь идет не только на семейный бюджет, но и на нервную систему и детей, и родителей. Особенно на стрессе семьи, где есть первоклассники. Мама и папа переживают зачат, а те волнуются перед новым этапом в жизни. Учиться дети боятся, а вдруг меня там не примут, а вдруг мне не понравится учитель. А вдруг будет слишком тяжело. Очень важно разговаривать, выяснить, что вызывает большие переживания. Можно рассказать какие-то положительные моменты. Можно познакомить заранее с учителем. Это поможет снять тоже стресс. В первую очередь успокоиться нужно самому родителю и объяснить чаду. Школа – это важная пора, когда приобретаются знания, опыт, когда строится дружба. Не стоит заставлять учиться, читать и писать перед школой. Там этому точно научат. И не стоит сразу же нагружать первоклассник секциями. Целесообразнее пока выбрать одну, тем самым дать возможность пережить спокойно адаптационный период. Два с половиной месяца – это как раз период, когда ребенок адаптируется к новым социальным условиям. Это так называемый первичный этап адаптации. В целом адаптация к новым условиям завершается к концу уже учебного года. Еще облегчит жизнь школьнику, как ни странно, дисциплина. Налаживать режим дня пора уже сейчас всем учащимся, независимо от класса. Ведь для многих детей подъем в 7 утра – стресс. Тем более, как ни крути, но учеба – это тоже своего рода рутина. Рутина – это как раз дисциплина, которая должна быть налажена в начальной школе еще. С моментов режимных, зарядка какая-то по утрам, выдержанный режим дня, выдержанные какие-то ритуалы по принципу «сделал дело, гуляй смелый». Если большинство первоклашек все-таки ждут 1 сентября как праздника, то уже более опытные школьники – как начало очередных обязанностей. И желания возвращаться за парту нет. Оно и понятно, ведь придется снова трудиться. Но у каждого «не хочу идти в школу» есть своя причина. Возможно, родители перестарались, слишком много возложили требований непосредственно на ребенка. Нужно быть абсолютно спокойным. Родителям настраивать ребенка на то, что в школе интересно, он всегда будет получать что-то новое. Фиксировать эти впечатления после учебного дня. То есть с ребенком встречаются, говорят, что ты интересного сегодня узнал. Важно советуют и психологи, и педагоги не акцентировать внимание на своем негативном опыте, не сравнивать своих чат с другими детьми. Не нужно заставлять повторять пройденный материал весь и сразу. Это надпорщ отбивает мотивацию идти в школу. Можно процесс разделить на части и уделять минимум времени. С первоклашкой можно поупражняться в чтении, предложить ему почитать вместе. Еще позитивный момент – шоппинг. Вместе выбирать тетрадки, ручки – это очень часто навевает на маленьких бунтарей желание сесть за парты. Но самое важное – это все же слышать и слушать своих чат. И тогда и спокойно будет и родителям, и детям.